Дорогие друзья, после того, как мы установили аквариум, установили оборудование, нам стоит подумать и о воде. Ведь для рыб непригодна обычная вода из-под крана. Почему? Вы правы, да. То есть вода из-под крана при наличии хлорки, при температуре плюс 10 абсолютно не подходит для рыб. То есть существует как бы несколько способов подготовки воды. И, значит, первый, самый быстрый, когда вот происходят какие-то там ЧП в маленьких аквариумах, это очень часто бывает, пришли домой, а вода в аквариуме не совсем хорошего качества, нужно заменить объем воды. Как ее подготовить? Это прогревание. То есть берете водопроводную воду, прогреваете ее почти до кипения, кипятить не обязательно. То есть для чего это делается при прогреве? Почти до кипения, то есть до 90 градусов. Хлор улетучивается, то есть это летучий газ. При нагреве, то есть вода вытесняет хлор, хлор улетучивается. Ну и самые тяжелые взвеси и самые тяжелые примеси, то есть тоже выпадают в осадок. Как правило, в чайниках видно это накид. И все, и потом охлаждаете воду до 25 градусов. Ну или же, то есть если в аквариуме стоит другая температура, то есть принцип такой, подмениваемая вода должна быть на 1, максимум 2 градуса выше, чем температура воды в аквариуме. То есть для того, чтобы рыбы комфортно в температурном плане перенесли подмену воды. Какие способы подготовки воды еще существуют? Другие способы, ну это отстаивание традиционное, хотя нужно понимать, что даже если вода просто 3 дня простоит, она конечно поднимется до комнатной температуры, но хлор, находящийся в ней, то есть окончательно не будет удален. То есть все равно какая-то часть хлора будет находиться в воде. В больших аквариумах исключение составляет то, что допустим, вот как видно на видео, нами отсняты, то есть мы заливаем водопроводную воду непосредственно из-под крана. Единственное, что мы сразу делаем температуру ее, да, такой же как температура воды в аквариуме и заливаем непосредственно в аквариуме. В маленьком аквариуме можно сделать так же, единственное нужно учесть, что нужно взять Аквасейф, есть такое средство неплохое, значит кондиционер для воды, который служит для того, чтобы как раз связать вот частицы хлора, тяжелых металлов и прочих примесей в воде. То есть это средство связывает их как бы и нейтрализует, то есть они уже не представляют вреда для рыбы. Ну и плюс, как правило, во всех кондиционерах есть еще антистрессовая добавка. То есть если полностью сменить весь объем, то рыба будет однозначно получать стресс только из-за того, что изменился химический состав воды. Поэтому это надо учитывать при подмене воды.